Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя, вы на канале Счастье у нас самих, где, как всегда, ответы на вопросы, инструменты для улучшения жизни, практики, настрои, ритуалы, медитации для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. Пользуйтесь, все же сделано для вас и все пропитано позитивной энергией, смотрите, набирайтесь позитива и, соответственно, меняйте свою жизнь, становитесь счастливыми по умолчанию. Это прекрасное чувство, ведь счастье – это состояние души, и оно никак не зависит от того, что происходит вокруг. Приучите себя быть счастливыми, и тогда и события, и ситуации, которые происходят вокруг вас, будут счастливыми. Все же в ваших руках, ведь ваши мысли, чувства и действия сегодня создают ваше завтра. Сегодня, как и каждую неделю, прогноз на неделю, самое основное, самое важное, и сейчас это стихия земля, знаки зодиака, тельцы, девы и козероги, серьезные, основательные и серьезные, ну, большинство, по крайней мере. Не забывайте про акцендент. Акцендент влияет на ваше состояние, соответственно, влияет на вашу реакцию и так далее. Причины и следствия. Ваша реакция создает то, что происходит. Поэтому я всегда говорю, смотрите свой знак зодиака и знак зодиака своего акцендента. Ну и в конце видео, как всегда, три карты на исполнение желаний. Желаний много не бывает. Ну что, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и, конечно, улыбнитесь. Улыбка улучшает жизнь. Приучите себя улыбаться. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок дает вам Вселенная, Высшие Силы, Господь. Называйте так, как вы верите. То, во что вы верите, работает на вас. По одной карте на каждый знак зодиака, как всегда. Ну и общий совет для стихии. Ну что, начнем. Тельцы. Что же самое основное, на что обратить внимание в ближайшую неделю? Обратите внимание, изменения стремятся в вашу жизнь. Некоторые из этих изменений не совсем легко будет вам принимать. Но доверьтесь, доверьтесь тому, что происходит. То, что происходит, принесет, знаете, своего рода перерождение и изменения, которые в конечном итоге будут вам на пользу. Ведь вот это выражение, все, что не случается, случается к лучшему, это вот тут точно для вас. Кстати, вот в таких ситуациях, которые могут происходить в ближайшую неделю, и будут вас, ну некоторые будут вас волновать и нервировать ситуации. Знаете, вот в таких ситуациях, особенно когда идут такие сильные эмоции, говорите, все к деньгам, или все к здоровью, все к счастью. Вот именно в таких ситуациях очень хорошо повторять какие-то мысли, формы того, что вы хотите. Первое. Это переключает ваше внимание и тут же сбрасывает вот этот уровень концентрации на раздражении, на негативе. Ну и соответственно, потому что это были сильные эмоции, притягивает к вам то, что вы проговариваете, притягивает к вам вот именно эту формулировку, которую вы выберете для себя. Я знаю уже несколько человек, которые использовали это, именно действительно использовали. Я забываю, честно говорю, забываю. Иногда помню, иногда не помню. А тут нужна, знаете, как целенаправленно каждый раз одно и то же. И я знаю уже несколько человек, которые исполнили свои желания таким образом. Используйте даже негативные эмоции в свою пользу. Вот. А здесь, да, могут быть ситуации, в которые будут для некоторых из вас, они будут вас удручать. Ведь кто-то в вашем окружении сделает что-то, что вы даже не поверите, что этот человек может так поступить. Ну и, конечно, тут уже будет немножко обиды, раздражения, для некоторых даже злобы. Но поверьте, это на пользу вам. Иногда, я не говорю, кто хороший, кто плохой, иногда получается, что, открыв человека с другой стороны, мы знаем, что делать дальше. Вот тут еще одна ситуация. Также могу для некоторых сказать, для тех, кого интересует, ближайшая неделя, это переломный момент от болезни к выздоровлению. Это я тоже здесь вижу. Ну, а также, что могу сказать, если что-то или кто-то будет уходить, отходить от вас, уходить из вашей жизни, как говорят, то, поверьте, это лучше для вас. И много я могу приводить примеров, но каждый, я понимаю иногда, когда что-то уходит, что-то теряется, кто-то уходит. Мы переживаем, мы нервничаем, нам кажется, что это конец света, но, исходя из этой карты, это вам на благо. Человек принимает свое решение, что ему или ей дальше делать, и, соответственно, не всегда нам по пути, а и еще. Каждого человека, каждую ситуацию притянули мы сами. И они выполняют определенную роль в нашем театре. Простите, да, жизнь – это театр, который мы создаем сами. И в определенный момент иногда люди, сыграв свою роль в нашей жизни, уходят от нас для того, чтобы освободить место новому персонажу. Я знаю, что для некоторых я уже слышу ваши мысли, но вот так вы притянули. Вот так вы в свое время подсознательно решили. Поэтому вот все, что будет происходить в ближайшую неделю, и хорошее, и, может быть, по вашему мнению, не очень, идет на благо вам. Девы, на что же обратить внимание в ближайшую неделю? Ну что, вы, мои дорогие девы, очень много будете трудиться в ближайшую неделю, очень заняты будете, очень много будет происходить событий, в которых надо будет принимать быстрые решения. Но тут эта карта говорит, что даже если идет какая-то небольшая усталость, постарайтесь на этой неделе не останавливаться, потому что вы идете к победе. Победе – это решению каких-то задач, выздоровлению, улучшению. Единственное, что если дело касается отношений, старайтесь решать вопросы не скандалами, не криками, не упреками. Лучше остановитесь, возьмите паузу и, успокоившись, для того, чтобы прийти к победе, прийти к решению, успокоившись, разбирайте ситуации, которые вас волнуют. Это то, что касается личных отношений. Здоровье – смотрите, будете под стрессом, ставите под угрозу свою иммунную систему, соответственно, повышение температуры, повышение давления, простудные заболевания, вирусные заболевания возможны. Но и опять повторяюсь, все зависит от вашего внутреннего состояния. Если вы не отпускаете стресс, волнение, нервы, злобу, раздражение, соответственно, ваш организм работает с двойной-тройной нагрузкой, и тогда вы подвержены влиянию бактерий, микробов, вирусов. Поэтому выбор, как всегда, ваш. Ну, а по большому счету, будете очень заняты у вас, для некоторых из вас, почему еще будут происходить вот эти качели в отношениях, потому что вы будете настолько заняты, что не сможете раскидывать свое внимание на все и всех. И, конечно же, будут люди, которым это будет не нравиться, которые будут высказывать вам свои претензии. Не оправдывайтесь, лучше промолчите. Промолчите, улыбнитесь, да, можете сказать, эта неделя важна для меня, и, пожалуйста, немножко терпения, потому что тут действительно будет загруженность. Ну, и, козероги, давайте же посмотрим, на что вам обратить внимание в ближайшую неделю. Вы как раз и обратите внимание на то, что вас порадуют результаты ваших трудов из ближайшего прошлого. Это все сделано, как говорится, вашими руками. Будете своего рода некоторые даже праздновать победу. Это значит, что будет моральное, физическое и материальное удовлетворение от плодов ваших трудов. И могу сказать, что для некоторых, для кого это актуально, будете что-то праздновать в ближайшую неделю. Это могут быть, это какие-то большие банкеты, это какие-то большие корпоративы для некоторых. Для некоторых это свадьба, ну, вот бармыцва, батмыцва, вот какие-то юбилеи. Не маленькие дни рождения там, а именно что-то глобальное будете праздновать и будете к этому готовиться. Поэтому наслаждайтесь. Да, конечно, будет все быстро, но все будет очень интересно. Принимайте. Ну, и на что обратить внимание? Совет общий для стихии Земля. А здесь могу сказать, обратите внимание на то, как вы будете подходить к разговорам, отношениям, решениям, задач. Всегда помните, что стакан может быть полупустой или полуполный. И в принципе, может на первый взгляд это кажется, что это одно и то же, но полуполный стакан, это значит, что вы радуетесь и видите, что происходит вокруг вас и благодарите за то, что есть. И тогда приходит больше. Если же стакан полупустой, то уж простите, он пустеет еще больше. Это метафора, но это так. Поэтому выбирайте, что ближе для вас. Ну что, мои дорогие, давайте загадывайте ваши желания. Помните формулировку. Формулировка очень важна. Вот то, что вы сформулируете, то вы и получите. Точно уже это знаю. Иногда люди говорят, ой, мое желание исполнилось, но как-то кривокосо бог. Кривокосо. Ну и когда уже начинаем мы анализировать и смотреть, что же человек делал, как человек загадывал, как человек формулировал, мы понимаем, что человек получил ровно то, что он сформулировал. Поэтому формулировка очень важна. На канале есть несколько видео на эту тему. Поэтому это в плейлисте «Измени свою жизнь к лучшему». Ну что, тельцы, посмотрим. Вас ждет процветание, поэтому не нервничайте, не дергайтесь, не старайтесь вот эти перемены, которые или уже наступили и будут продолжаться в ближайшую неделю, или только наступит принимать, вот как я сказала, все к деньгам, все к процветанию. И все, что не происходит, происходит к лучшему. Девы, предвкушайте. Мои дорогие девы, желание исполнится, предвкушайте и продолжайте действовать. И, как я сказала, не обращайте внимания ни на кого. Конечно, есть такие ситуации, в которых невозможно ни на кого не обращать внимания. Просто будьте уверены в том, что вы хотите делать. И, соответственно, старайтесь избегать конфликтов. Конфликты не нужны никому. Ну и, Козероги, вас ждут счастливые перемены, и по этой карте я тоже вижу, ваше желание исполняется. Ну что, неделя интересная, неделя переменчивая, будут перемены, и у большинства из вас, для некоторых из вас будут происходить события, которых вы и не ожидали. Будет всё немножко быстрее, чем вы этого любите, потому что тут идут жезлы. Это огонь, это быстрота. Но я могу сказать, что всё на благо вам. Ну, а на сегодня всё. Я, конечно же, желаю вам счастья. Вот это слово, оно включает в себя всё. Ведь, когда ты говоришь, я желаю тебе счастья, это уже и любовь, и благосостояние, и удача, и успех, и прекрасное здоровье. Ведь, когда человек счастлив, у него всё прекрасно. И вокруг него всё прекрасно. Поэтому желаю вам счастья от всей души. Подписывайтесь на канал, если вы ещё этого не сделали. Делитесь моими видео с родными, близкими, знакомыми, друзьями. Тем самым вы помогаете мне развивать канал. И благодарю за донаты тех, кто посылает мне эти донаты. Это тоже помогает развитию канала. С вами была Женя. Увидимся очень скоро. Люблю вас, мои дорогие. Пока.